Используется источник света и лимб с закрепленным на нем полуцилиндром из оргстекла. Свет падает перпендикулярно. При выходе из оптически более плотной среды в оптически менее плотную, луч преломляется на больший угол, то есть угол преломления больше угла падения. Увеличим угол падения на 5 градусов. Можно заметить, что помимо падающего луча и преломленного луча, существует также отраженный от границы раздела двух сред. Увеличим еще угол падения на 5 градусов. Видим, что большая часть цвета стала отражаться. Увеличили угол падения до 41 градуса. Преломленный луч очень близок к границе раздела двух сред. При угле падения 42 градуса замечаем, что луч падающий полностью отражается от границы раздела двух сред и под тем же углом. Преломленного луча в данном случае нет. Преломленного луча в данном случае нет. Продолжение следует...